8 июля в нашей стране будут отмечать теперь один из главных праздников – День Семьи, Любви и Верности. Его покровители – святые Пётр и Феврония, жившие некогда в Муроме. В их честь в микрорайоне Подресского строится храм. Работа уже заканчивается, и первая служба пройдет 8 июля, то есть в сам праздник. О последних подготовках Татьяна Кастанда. У нас есть вот эта вот икона, которую мы хотим подарить храму. Эта икона нам досталась от нашей бабушки. Обрамление образа на этой иконе сделано вручную, трудно поверить, но для него использовалась обычная фольга. Храм воздвигается на пожертвования жителей, икон пока тоже нет. Но желающие сделать такие подарки церкви уже нашлись. Людмила Кротомышева из их числа. Все, даже и внуки ходят в церковь, а близко, а рядом у нас ничего нет. А это вроде самое близкое получается по территориально, что... И плюс, это же наша администрация, к которой мы постоянно обращаемся с какими-то вопросами. Это нам удобно, что она там вот именно, эта часовня располагается. Место для строительства было выбрано не случайно. Здесь исторический центр всего микрорайона. Сейчас храм на стадии завершения. Пол застилают ламинатом, снаружи укладывают асфальт. Осталось поставить двери. Седьмого числа в понедельник в шесть часов вечера будет вечернее богослужение торжественное. А уже в сам день праздника начнем службу с половины восьмого утра. В полвосьмого водосвятный молебен. В восемь часов, если кто-то желает причаститься, начнется исповедь. И в девять часов утра уже начнем непосредственно божественную литургию. Строительство этого храма началось в 2012 году, хотя подрезково образовалось тогда еще как поселок более ста лет назад. За это время здесь не было построено ни одной церкви. Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии – первый. Само по себе религиозное воспитание, духовное воспитание, нравственное воспитание тех молодых людей сегодня настолько обострены, что именно церковь может нас привести именно к тем устоям, к тем традициям, от которых мы произошли. Поэтому храм просто-напросто необходим в микрорайоне. Конечно, желание поучаствовать в появлении новой церкви должно исходить от сердца. Чтобы помочь, не обязательно обладать большим количеством свободного времени. Пожертвование на обустройство храма можно будет внести уже после первой службы, которая состоится 8 июля. Но уже больше года в четырех магазинах микрорайона и поликлинике стоят вот такие копилки. Их все желающие могут сделать свой вклад. Татьяна Костанда, Алексей Козеров, Служба новостей.